Добрый день, друзья! С вами Алексей Осипенко. И сейчас две мысли, которые я сформулировал к концу прошлого года. Я не хочу их забыть, поэтому я хочу их записать. Они очень важны для жизни каждого, и особенно для жизни тех людей, которые ожидают от себя немного большего, чем есть сейчас. Итак, первая мысль называется «Теория свободного потенциала». Я проиллюстрирую это при помощи майки, на которой нарисована фаза Луны. И, значит, каждому из нас дан определенное количество потенциала. У каждого есть свои 100%. Вот это будет Луна в полной фазе. Вот у вас есть 100% потенциала, который вы можете реализовать, можете раскрыть. Но, если посмотреть правде в глаза, то каждый из нас раскрывает свой потенциал на сколько-то процентов. Кто-то на 10, на 20, на 30, на 35, но точно не на 100. А думая о себе, я думаю, что я примерно на 10% от того, что я реально мог бы делать, то, что я мог бы проживать, создавать и так далее. То есть наш потенциал по какой-то причине ограничен. И есть вот то, что называется «свободный потенциал». Ну, вот пусть будет вот этот ряд определять уровень моего свободного потенциала. Это значит, что в следующем году я имею шанс расширить зону своего реализованного потенциала, забрать немножко вот свободного потенциала, хотя бы прибавить на 5%, на 10%, на 20%. Опираясь на эту теорию свободного потенциала, я хочу вас приободрить. Сфокусируйтесь и раскройте в себе то, что пока что скрыто. Есть причины, которые сдерживают наш потенциал. Ну, во-первых, это отсутствие энергии. Мы много чего хотим, но из-за того, что не хватает энергии, я очень люблю спать, или там я очень медленно соображаю, медленно двигаюсь, я просто не успеваю сделать то, что я хочу. Поэтому это значит... Другая причина. У меня могут быть неправильные цели. Это очень важно. Я что-то сейчас делаю, я к чему-то стремлюсь, но в реальности, даже если я этого достигаю, я все равно не раскрываю свой потенциал. То есть неправильное направление жизни – это очень серьезная проблема, которая убивает потенциал человека. Но к тому же цели могут быть неправильны еще по следующим причинам. Даже если я иду в ту сторону, у меня могут быть очень маленькие цели, достигая которые я все равно не раскрываю свой потенциал. И у меня могут быть очень большие цели, которые просто нереально достичь. Из-за того, что они слишком большие, я так и не начинаю это делать, и мой потенциал снова оказывается похороненным. Еще одна причина, почему у вас свободный потенциал сдерживается – это неправильная мозговая настройка или прошивка. У меня испорчена прошивка. Но об этом я расскажу в следующем видео и поделюсь следующей концепцией, которая показывает, почему я все еще не на 100%. И, может быть, вам это поможет все-таки преодолеть ограничения. С вами Алексей Осипенко. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok